Всем привет, с вами Трис Таней и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы продолжим работу над нашей миниатюрной волшебной полянкой. Начнем. Берем зеленую и желтую полимерную глину, хорошо разминаем и смешиваем их вместе, но не слишком сильно. Заполняем получившимся кусочком наш экструдер и выдавливаем тоненькие ниточки. При выдавливании цвета ниточек смешались, получились разные, от желтых к зеленым, с промежуточными оттенками. Берем одну из ниточек, кончик слегка заостряем и отрываем кусочек около 1 см. Я всегда пользуюсь иголочкой, к ней хорошо цепляется глина и ей удобно после этого посадить в нужное нам место нашу травинку. Травку я сажу по периметру всей полянки, рядом с изгородью. Для удобства я собираю травки в пучочек и прикрепляю в нужное мне место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вырезала нужную мне форму. Прикладываем дорожку на нужное нам место, а края также текстурируем и заодно прижимаем к поверхности полянки. Приступим к домику. В желтую полимерную глину я добавила капельку белого. Получила очень нежный оттенок. Из этого кусочка формируем черенок, задавая ему любую нужную нам форму. Из розовой полимерной глины катаем шарик, прижимаем его и получившуюся лепешечку прикладываем к черенку, основанию домика, это наша дверка. Иголочкой текстурируем ее. Субтитры сделал DimaTorzok из красной глины сделаем шляпку, крышу нашего домика. Из кусочка белой глины катаем маленькие шарики, затем прикрепляем их на нашу шляпку. Берем шоколадную полимерную глину, раскатываем ее в пласт примерно около полутора миллиметров, делаем лезвием отрезки, накладываем их друг на друга лесенкой, это она собственно и будет. Лишнее обрезаем, ставим ее на место. Раскатываем темно-зеленую полимерную глину в пласт. Иголочкой начинаем отрывать кусочки, словно взрыхляя глину. Это будет наша живая изгородь. Делаем из нашей изгороди окантовку, украшая ее дорожки и сам домик. Из голубой полимерной глины катаем маленькие шарики. Укладываем их в хаотичном порядке в нашу живую изгородь. Прижимаем их до отсутствия. После того, как весь декор готов, осталось добавить нотку волшебства. Для этого воспользуемся пудрой глины. я взяла золотую и зеленую. Тонируем ею камушки и немного живую изгородь. Время изгородь. Иначе я взяла зеленую. Силы-пудрой глины. Убийц. В таком виде отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания я затонировала забор черной акриловой краской. Готово! Вот такая волшебная полянка у нас получилась. Можно пофантазировать и добавить туда жильцов. Но это уже другая история. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои уроки, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!